Необходимы деньги, и вы не знаете, где их взять? Никаких документов. Просто подавайте заявку, и в самое короткое время данная сумма будет у вас на счету. Нужны деньги? Да и не вопрос. Вон сколько различных организаций готовых предоставить вам некоторую сумму в долг. Объявления просто на каждом шагу. И организаций этих неисчислимое множество. При этом не надо ничего, ни справки от доходов, ни поручителей, ни даже иметь положительную кредитную историю. Ничего этого не надо. Вам просто так готовы доверить вам некоторую сумму и помочь вам выпутаться из вашей сложной ситуации. За вот такую вот помощь вы будете платить по 2-3% в день. Или по 600-1000% годовых. По сравнению с банковскими кредитами, обзиралов. Но история вовсе не об этом. Я думаю, что вы взрослые люди, чтобы все-таки взвесить все за и против и решить, нужно ли вам брать такой вот займ у микрофинансовых организаций под такой вот бешеный процент или нет. Речь идет о другом. О том, как можно взять деньги в одном МФО, причем небольшую сумму, а потом оказаться в долгу на сотни тысяч рублей и сразу в нескольких микрокредитных организациях. Специально для вас, дорогие читатели блога Лохотрона.нет, мне даже удалось взять историю из первых уст пострадавшего о том, как человек брал кредит, всего 16 тысяч рублей, но резко оказался должен 120 тысяч рублей и не одной организации, а целым четырем. Об этой схеме знают мало, но, увы, она процветает. Сейчас самый простой и удобный способ взять деньги – это взять их онлайн. Все, что необходимо, зайти на сайт микрофинансовой организации, указать нужную вам сумму денег, указать срок и посмотреть, сколько вам придется выплатить по окончанию этого срока. Ну и, естественно, заполнить заявку. Причем заявка – это минимально. Никакого пакета документов от вас не требуется. Все, что вам надо – указать свои данные, свой телефон, адрес, сведения о работе, а также паспортные данные. Ну и даже не все организации требуют, чтобы вы предоставили скрин своего паспорта. Все, 5 минут времени, через 15-20 минут вам скажут свое решение, и еще полчаса вы получите уже деньги на ваш счет, либо на банковскую карту. Вуаля, все легко и просто. При этом даже не надо никуда ехать и заключать социального кредитного договора. Вашим подтверждением выступает простая смска. Вам приходит на телефон код, выводите его на сайте, все, вы подтвердили, вы согласны работать с этой организацией. И вот это вот дает невероятную возможность мошенникам дурить людей, ну и собирать кучу денег. И все, что надо – это взять чьи-то паспортные данные и заполнить заявку и получить деньги к себе на счет. Поэтому мошенники очень стараются, чтобы собрать как можно больше сведений о разных людях. И вот на них люди берут кредит. Каким образом? Мошенник создает сайт. Сайт вроде бы реального МФО. Вы заходите на сайт, смотрите. О, отлично, тут такая прекрасная процентная ставка. Все, ниже, чем в других. Готовы даже предоставить сразу не 5-7 тысяч рублей, как многие МФО, а 10-15 – великолепно, то, что мне надо. И отзывы вроде бы есть, и вроде положительные, и все, я тут оформляю кредит, все прекрасно. А вот дальше есть два пути. Первый – человек оформляет заявку, присылает скрин своего паспорта, все свои данные о себе, но почему-то получает отказ. Даже если у него прекрасная положительная кредитная история. Все равно ему отказывают. Проходит месяц, два, и человек узнает – вуаля! Я должен куча денег, и непонятно кому, непонятно чему. Но я ведь ничего не взял, не отказали. История номер два. Тоже самый сайт. Человек заполняет данные, человек все отсылает заявку, и ему даже предоставляют деньги. Все, человек доволен, счастлив, прекрасно. Он решит свои финансовые проблемы, потом вернет эти деньги. Он возвращает деньги. Он уже забывает об этом кредите. А потом через месяца два-три ему поступает звонок. А вы должны еще деньги. Только уже другим организациям. А что, это намерено? Нет, нет, не намерен. По какой причине? Ну, потому что я не оформлял этот кредит. А кто оформлял? Вот каждому дружнику по данному делу звонишь, никто не оформлял кредит. Мошенники получили от вас то, что хотели. Они получили ваши данные. Все данные. Где вы работаете, сколько у вас зарплата. Маши паспортные данные. У них есть все. И все, что им надо, обратиться в реальное МФО и получить положительное утверждение о предоставлении кредита. Все, на ваше имя им оформляются деньги. И эти деньги поступают на электронный счет. Ведь далеко не все МФО работают исключительно с банковскими картами. Они предоставляют деньги даже на Яндекс, деньги на Киви. Все, анонимный счет. И деньги человек получил. Телефон он просто указал свой, а не ваш. И получил на него код. Вел его. И все, деньги полностью у него. Но взяты-то они на ваше имя. Ведь вы оставили ему эти данные. И этими данными он не применил воспользоваться. Я думаю, что история Александры будет очень показательна. Александра, здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы согласились дать небольшое интервью для нашего проекта «Лохотронанная». Здравствуйте. Рада помочь вам. Что вас интересует? Вот я наткнулась в интернете на ваш отзыв, где вы писали о том, что вас очень сильно надурила микрофинансовая организация. Что вы взяли у них деньги, а потом оказались должны еще нескольким другим МФО. Вот я бы хотела у вас узнать поподробнее о вашей ситуации. Согласитесь ли вы рассказать об этом? Так оно и получилось. Я посмотрела очень много компаний, которые предлагают на сайтах денежки. Но везде такой процент был в день. 2-3 процента. А тут попалась компания «Займ у нас». У них был процент пониже. 1-1,5 процента в день. А так как у меня было немножко кредитов, у банки несколько, то уже там деньги я взять не могла. Но мне нужно было 16 тысяч. Я обратилась к нему, заполнила анкету, все свои данные. Перестала к серокопию паспорта. И буквально через полчаса мне выделили этот займ, прислали на Кибель кошелек. Вот как бы я была довольна. Деньги получила. Все, что надо. Постаралась рассчитаться по-быстрому. Вот за 15 дней у меня уже получилось долг, ну, месяц с процентами 19-600. Я рассчиталась. И спокойно себе вздохнула. Ну все, кредитов меньше, долгов меньше. И тут, можете себе представить свое состояние. Через полтора месяца поступили звонки на работу. Сначала один, потом все чаще и больше. С требованием вернуть деньги. Какие деньги, если я рассчиталась? Ну, мне объясняли, что вы должны нашей компании. И уже не 16, и не 19, а целых 30 тысяч. Ну, это, конечно, меня во шоке довело. Сами понимаете, нервничало очень. Они меня довели. Я пленала на все и отдала им 30 тысяч этих выплатила. Ну, и думаю, ну все. Спокойно можно спать. Отстали. Ну, какая-то непонятно что была. Афера непонятная. Но через несколько дней опять уже из каких-то новых компаний пошли звонки, что вы нам опять должны деньги. Какие деньги? Я пыталась объяснить, что я у вас ничего не брала, что это вообще не мой номер телефона. Ну, не указали на мои паспортные данные. И уже у меня сумма получалась 120 тысяч. Из каких-то 16 тысяч уже стало 120 тысяч. Совсем других компаний. Ну, я пошла в полицию, написала заявление. Они мне объяснили, что помочь очень трудно, но попробуют. Завелить, делали. Ну, я понаделась. Но мне звонки продолжались. В этот раз я решила, что просто так никому давить не буду, что это совершенно другие компании. После того, как я этим людям начала объяснять, что я уже обратилась в полицию, написала заявление, что заведено уголовное дело, оно будет разыскиваться, и будут разыскивать, рассматривать это все. Как-то постепенно это более-менее улеглось. От меня отстали. Слава Богу, скажем так. Но дело в том, что это все равно неприятная ситуация, и поэтому я решила свою беду выложить на форуме, чтобы люди читали, чтобы были в курсе, что такой обман существует. И как выяснилось, этой компании, займ у нас, уже нет их поминья, что искать их бесполезно, они растворились. Вот поэтому, оказывается, мошенники с разных компаний, с разных сайтов просто берут данные, которые мы высылаем, надеясь на добропорядочность, и получается, что мы всем нужны. Не одной компании, с которой мы рассчитались и взбокнули, а уже вырастает, вот как в моем случае, целых четыре лилых компании. Вот так и получилось у меня. Поэтому вы теперь поняли, в чем моя проблема была, в чем моя ситуация. Не хочу, чтобы другие попадали в такую же ситуацию. То есть, получается, вы вернули 19 600 мошенникам и потом еще одной компании заплатили. И потом вас еще терроризировали. А еще потом 30 тысяч я заплатила по своему виду, по стени знаний. И потом меня опять доставали звонками, вы должны, вы должны, вы должны. Вы знаете, 120 тысяч я уже решила не отдавать. Я никому больше ничего не должна была. Нет, ну это, конечно, очень хорошо, что они от вас отстали. Слава Богу, потому что на самом деле гораздо сложнее они отзают от людей и требуют деньги. Непонятно почему и по какой причине. Якобы, что только должен быть паспорт и все. Это уже основание. Ну да, поэтому теперь я больше паспорт никому не посылали, никакой онлайн. Ну, проще сходить в банк и взять кредит или на крайний случай попросить у знакомых. Как видите, долг 16 тысяч рублей резко вырос в 120. И плюс еще 19 600 рублей, которые она уплатила вот этому псевдо-МФО. Вечно потеряла практически 50 тысяч. 19 600 и 30. Еще ей долго трепали нервы о том, что она должна непонятно кому и вернуть сумму. На самом деле, даже несмотря на то, что многим ФО вроде бы казалось это невыгодно, но видно, тем не менее, выгода есть. Честно говоря, я сама не доумевала. Если они готовы предоставить вот так вот деньги любому, кто даст свои паспортные данные, неужели им это выгодно? Ведь пусть даже они проверят этого человека на плате в способность. Но ведь это огромное поле деятельности для мошенников. Огромный. История Александра мне разъяснила этот момент. Им все равно, кто взял эти деньги. Реально, все равно. Они будут просто прессовать потом человека. Взял-то эти деньги, не взял-то эти деньги. Они будут прессовать, прессовать до победного. Первых звонков она испугалась, на нее давили, она переживала. Она выплатила эти деньги. И уже только потом, уже чуть позже, до нее пришло осознание, что она сделала, и она уже сопротивлялась другим МФО. Но увы, видите, получили и мошенники деньги, и МФО получили свои деньги. А ведь далеко не все могут сопротивляться так. Кто-то может испугаться давления, давления коллекторов. Ведь начинают угрожать, начинают требовать денег, начинают даже на работу звонить. Это такой пресс идет. Выдержать это очень-очень сложно. Как ты вообще ребенка воспитываешь? Ты, а? Как тебя назвать? Не знаю, как слово уже подобрать какое-то. В принципе, мы можем сейчас газетку с бомжами тебя организовать. Пять негров будут у тебя в понедельничку. Ты можешь выходить, паркин, не выходить. Это тебе не спасит. И люди, поэтому отдают деньги. Даже если они не брали, они будут искать эти деньги, чтобы только перестали угрожать им и их семье. Чтобы только уже закрыть этот вопрос и не быть никому должным. И так работает вся эта система. Называются и мошенники, называются и МФО. Но только именно простые кредитополучатели, они остаются ни с чем. Они остаются в бешеных долгах, когда они вроде брали небольшую сумму, даже честно ее выплатили, либо же вообще не смогли получить деньги. Но тем не менее, через пару месяцев они продают свои машины, гаражи, даже квартиры, для того, чтобы расплатиться с миллионными долгами. Ведь какие суммы берутся? Под какие проценты? А есть еще в траве, пеня и так далее. Поэтому взять деньги в МФО это огромный риск. И поэтому я бы хотела бы очень дать вам несколько советов. Какой-то чек-лист, как проверить МФО и не нарваться на псевдоорганизацию микрофинансовую? И что делать, если же все-таки с вами приключилась такая беда? Что делать, чтобы вас не надурили? Во-первых, обязательно проверьте микрофинансовую организацию на то, чтобы она была в реестре. Это можно сделать на сайте Центробанка. И получите информацию, легально ли работает МФО, либо нет. Нелегально работает. Не связывайтесь. Во-вторых, почитайте отзывы. Отзывы ищите везде, не только на тех сайтах, где расписывают различных микрофинансовых организациях и их рекламируют. Лучше смотрите на форумах, на таких сайтах, как iRecommended, The Week и так далее. Там будут реальные отзывы. Смотрите, сколько уже работает в ТМФО. Месяц-два? Ну, естественно, доверять сюда деньги не стоит. Ведь как раз псевдоинвестиционные компании, они работают всего пару недель и быстро исчезают. Они собрали данные и быстро исчезли, чтобы их не успели засечь и подвести под уголовку. Но если все-таки с вами случилась ситуация, что вас надули, что вашими данными воспользовались и потребовали с вас деньги непонятно кто, обязательно обращайтесь в полицию. Исите заявление, что вы все выплатили, что вы не брали там кредит. Подребуйте микрофинансовую организацию, чтобы они вам предоставили данные, на какой счет были положены деньги, с какого телефона пришло подтверждение. Если вы брали кредит в другом МФО, то предоставьте данные о том, что вы брали там, что вы там оплачивали. Покажите свой номер счета электронного и обязательно требуйте, если они хотят с вас заскать деньги, пусть обращаются в суд. Только через суд, а не вот так вот, испугавшись вот этого вот прессинга, сразу нести им деньги. Оно вам надо быть в таких долгах. Точно не надо. Я очень надеюсь, что эта информация вам пригодится. То вы будете очень осторожны с МФО и все-таки не окаживайтесь в тех долгниках, которые годами не могут выбраться из долговой ямы.